Библиотека номер 16 подготовила презентацию «Осень глазами поэтов». Осень. Прекрасное время года. Самое загадочное время года – осень. Она подкрадывается тихо и незаметно. Осенние дуновения ветра и лёгкая прохлада окутывают землю ещё с конца августа. А с первым сентябрьским днём всё становится по-настоящему таинственным. Это время года словно художник раскрашивает природу в яркие цвета. Но есть у него и другая, менее красочная сторона, когда начинается сезон дождей. Многие считают это временем грусти и размышлений. На этом период и прекрасен, ведь он даёт нам возможность насладиться жизнью и в то же время погружает в самих себя. Осень – то время года, когда люди должны согревать друг друга своими словами, своими чувствами, и тогда никакие холода будут не страшны. Осенью всегда легко думается, и вечность, забыв время и пространство, теряет напряжённость мысли, и что-то тихое и печальное льётся в душу. Самое философское время года – осень. Глядя на то, как мир за окном на короткий период превращается в пёстрый и яркий, а затем беспробудно серый, поневоле задумываешься о вечном. Это то время, когда мы начинаем ценить каждый солнечный день и стараемся впитать от природы как можно больше света и красок, потому что впереди долгая и холодная зима. Практически у каждого русского поэта есть стихотворение про осень, в котором они воспевали красоту золотой листвы, романтику дождливой погоды и бодрящую силу прохлады. Стихотворение про осень кружат словами-ветрами, моросят с трофами дождями, пестрят эпитентами листьями. Одним из первых в любви к осени признался Александр Сергеевич Пушкин. Унылая пора, очей очарование, Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увиданье, Багрец и золото одетые леса. В их сенях ветра, шум и свежее дыханье, И мглой волнистую покрыты небеса, И редкий солнца луч, и первые морозы, И отдаленные седой зимы угрозы. В этих строках ощутимы характерные для Пушкина Прозрачная простота и лаконизм выражений. Строки с календарной точностью Воссоздают характерные приметы этого времени года. Солнце, небо, поля, леса – Поэт описывает мир, который ему очень дорог. Пушкин любил осень. В это время он особенно плодотворно работал. «И с каждой осенью я расцветаю вновь», – Писал поэт. Вслед за Пушкиным осень воспел Фёдор Иванович Чучев. Есть в осени первоначальной короткая надивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера. Пустеет воздух птиц неслышно, Надалеко ещё до первых зимний бурь. И льётся чистая и тёплая лазурь на отдыхающее поле. Прочитав стихотворение «Есть в осени первоначальной», Трудно поверить, что его автор недолюбливал осень. Чучи в это время года навевала тоску от осознания, Что жизнь – явление быстротечное. Но в данном стихотворении поэт изображает чудесный миг, Когда природа ещё только готовится попасть под власть холодной зимы И словно замерла во всём своём великолепии. Не оставил без внимания то чудесное время года и Лермонтов. Листья в поле пожелтели и кружатся, и летят, Лишь барупа не клеили, зелень мрачную храня. Под нависшую скалою уж не любит меж цветов, Пахарь отдыхать порою от полуденных трудов. Зверь отважный по неволе, скрыться где-нибудь спешит, Ночью месяц тускл и поле, сквозь туман лишь серебрит. Даже несмотря на то, что осень никогда не была Любимым временем года поэта, он сумел найти в ней Удивительное очарование, созвучное собственному душевному состоянию. Автор отмечает, что в барупа не клеили, Зелень мрачную хранят. Тёмная и сырая осень привлекает поэта гораздо сильнее, Чем золото опавших листьев. Писал про осень и Иван Сергеевич Бунин Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, Весёлый пёструю стеной стоит над светлой поляной. Берёзы жёлтую резьбой блестят в лазуре голубой, Как вышки ёлочки темнеют и между клёнами синеют, То там, то здесь в листве сквозной просветы в небо, как оконца. Лес пахнет дубом и сосной, За лето высох он от солнца, И осень тихою вдовой Вступает в пёстрый терем свой. Точность, изящество, образность и умение передать настроение Именно эти черты свойственны пейзажной лирике Ивана Бунина. В стихотворении поэт сравнивает лес с расписным теремом, Который весёлой пёструю стеной стоит над светлой поляной. Саму осень Иван Бунин сравнивает с тихою вдовой, Который неслышно приходит в этот мир И вызывает у каждого встречного смешанные чувства радости и грусти. Она всё ещё красива и импозантна, Однако несёт на своём челе печать увядания. Но Бунин старается насладиться каждым мгновением Тёплого солнечного дня, Так как знает, очень скоро природа возродится И подарит ему новые впечатления. Не оставил без внимания тему осени Борис Леонидович Пастернак. Осень — сказочный чертог, Всем открытый для обзора Просеки лесных дорог, Заглядевшихся в озёра, Как на выставке картин Залы, 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 Вязов ясеней осин По золоте небывалой. Липый обруч золотой, Как венец на новобрачной, Лик берёзы под фатой, Под венечной прозрачной. Погребенная земля Под листвой в канавах, Ямах, В жёлтых клёнах флегеля, Словно в золочёных рамах, Где деревья в сентябре На заре стоят попарно, И закат на их коре Оставляет след янтарный, Где нельзя Ступить во враг, Чтоб не стало всем известно, Так бушует, что ни шаг Под ногами лист древесный, Где звучит в конце аллей Эхо у крутого спуска И зари вишнёвый клей Застывает в виде сгустка. Осень – древний уголок Старых книг, одежд, оружия, Где сокровищ-каталог Перелистывает стужа. Борис Пастернак Никогда не позволял себе писать Только о том, что он видит. В каждом его произведении Заложен глубокий философский смысл И проводятся параллели С различными событиями. Стихотворение «Золотая осень» В этом отношении Не является исключением. На первый взгляд кажется, Что автор любуется осенним лесом И восхищается его красотой. На самом же деле Он сравнивает эту пору года С тем отрезком жизни, Когда человек становится Опытным, мудрым и зрелым, Но при этом понимает, Что молодость ушла безвозвратно. Ещё один поэт, Которому не чужды Тихие осенние радости. Сергей Александрович Есенин. Отговорила роща золотая Берёзовым весёлым языком И журавли, печально пролетая, Уж не жалеют больше няйком. Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник Пройдёт, зайдёт И вновь покинет дом. О всех ушедших Гресит коноплянник Широким месяцем Над голубым прудом. Стою один среди равнины голой, А журавлей относит ветром вдаль. Я полон дум О юности весёлой, Но ничего прошедшим мне не жаль. Не жаль мне лет Растраченных напрасно, Не жаль души сиреневую цветь. В саду горит костёр Рябины красной, Но никого не может он согреть. Не обгорят рябиновые кисти, От желтизны не пропадёт трава. Так дерево роняет тихо листья, Так я роняю грустные слова. И если время ветром разметая Сгребёт их все в один ненужный ком, Скажите так, Что роща золотая Отговорила милым языком. В его стихотворениях Гораздо чаще проскальзывают Грустные нотки, Которые свидетельствуют о том, Что автор среди шумной городской толпы Чувствует себя одним И непрекаянным. К числу таких произведений Относятся стихотворения Отговорила роща золотая. Это период, Когда поэт прощается Со своей молодостью И подводит Некоторые жизненные итоги. Есенин проводит параллель Между собой И золотой осенней рощей, Которая постепенно Сбрасывает свой роскошный наряд, Готовясь к зимнему сну. Осень в стихах русских поэтов Самая утонченная, нежная И в то же время Полная мудрости пора. Грусть и тоска, Радость и разочарование, Одиночество и любовь Все переплетается в осеннем Полном меланхолии И очарования настроений. Наивные и полные душой Трогательные и добрые слова, Строки и рифмы в стихах Об осени Подчеркивают свою красоту Русской природы И чувственную глубину Русской поэзии. Принято считать, Что осень — унылая пора. С деревьев облетает листва, С неба льет дождь, На улице становится холодно, Одним словом Лето безвозвратно уходит, А зима приближается неумолимо. Все так, но разве это повод Не любить осень? Ведь и в ней особенная прелесть. Недаром же русские поэты От Пушкина до Пастернака Так часто писали Именно об осени, Воспевая и красоту Золотой листвы, И романтику дождливой, Туманной погоды, И бодрящую силу Прохладного воздуха. Стихи нам помогают Открыть красоту родного края, Призывают сохранить все живое, Учат понимать язык природы. Мир искусства — великое чудо, Но откроется он не сразу И далеко не всякому, А только человеку умному и доброму, Чистому и внимательному. Пахнет осенью, А я люблю российскую осень, Что-то необыкновенно грустное, Приветливое и красивое Взял бы и улетел Куда-нибудь вместе с журавлями. Антон Павлович Чехов Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.